добрый вечер всем всем всех рада видеть видите сама вас просто раз учила не говорить добрый вечер привычки дело такое я очень надеюсь что у присутствующих он хоть немножко добрый мы продолжаем говорить об экстренной психологической помощи почему мы продолжаем они говорить конечно прошло достаточно уже много времени с начала войны но тем не менее люди которые нуждаются в экстренной помощи все еще остаются а мы знаем что вот это первая реакция стрессовая она проходит где-то за 72 часа потом они продолжаются отстроченные стрессовые реакции но сегодня такая ситуация что разные люди находятся на разном уровне зависимости от того они все еще в стрессе они все еще в травмирующей ситуации или они уже куда-то добрались до безопасного места и потом даже если они добрались до места которое они считают ну или окружающие так скажем считает что это место безопасное во первых так не обязательно считает тот человек который находится во вторых ему нужно некоторое время то есть вот он выбрался из того ужаса где он был он приехал на какое-то место и ему все готовы помочь а он не может даже оглянуться посмотреть по странам где он находится и здесь нужна другая работа ну и конечно с тем что мы имеем сейчас нужен третий вариант работы то есть уже прошел месяц и здесь либо острая стрессовая реакция уже прошла либо начало развиваться до либо развилась острое стрессовое расстройство и дальше у вас была замечательная лекция с катериной гроздовой она говорила о возможных последующих расстройствах адаптации и одним из неприятных последствий является посттравматическое стрессовое расстройство которое тоже может начать формироваться в это время когда мы говорим человеком мы сами мы еще не знаем на каком уровне мы находимся и поэтому начинаем сначала я не знаю насколько есть смысл повторять немного то о чем мы говорили в прошлый раз мы говорили в общем то уже о понятии стресса мы говорили о видах стресса мы говорили о том что я просто прошу прощения я не знаю вот сейчас в аудитории те кто меня слушал в прошлый раз есть или все новенькие ну то есть мы продолжаем разговор или что-то нужно я была были да прекрасно новенькая новенькая а вы психолог магистратуру сейчас проходим проходим магистрат без бакалаврата да то есть вы не психолог окей два слова тогда скажу и пойду дальше не буду тогда долго задерживаться для новеньких буквально два слова мы говорим что в общем то стресс это состояние психофизиологического напряжения которое возникает у человека под влиянием любых сильных воздействий и в идеале сопровождается мобилизация защитных систем организма и психики мы говорили с вами также что есть стресс который может приносить пользу да нормальный стресс или эу стресс и есть патологический стресс который проявляется в болезненных симптомах то есть это горе несчастье недомогание истощение и далее за нашу реакцию за наш ответ на стресс отвечает вегетативная нервная система и в первую очередь ее отделы симпатическая пара симпатическая ситуации стресса у нас включается симпатическая нервная система которая меняет работу всех систем и органов в сторону мобилизации то есть учащается сердцебиение повышается артериальное давление расширяются зрачки сокращаются капилляры кожи до чтобы уменьшить кровопотерю в случае ранений тогда пара симпатическая нервная система обычно приводит к расслаблению то есть когда стрессовая ситуация закончилась то организм расслабляется успокаивается и начинает накапливать потерянную энергию когда мы говорим об острых стрессовых реакциях мы говорили что есть две основные формы это гиперкинетическая гиппокинетическая гиперкинетическая это острое психомоторное возбуждение двигательная буря то есть обычно она связана с нарастающей тревогой страхом хаотическим психомоторным возбуждением метаниями разного рода невозможностью сидеть на одном месте стремлением куда-то бежать гиппокинетическая наоборот это такая реакция воображаемой смерти когда человек полностью неподвижен остается на том же месте где возник аффект чаще его страх они равнодушны такие люди к происходящему вокруг взгляд направлен куда-то в пространство и длительность такого ступора может быть достаточно приличная она может быть от нескольких минут до нескольких дней если мы говорим о состоянии острого психоза то это может быть и две-три недели собственно когда мы говорим да мы говорили будем говорить больше сегодня о конкретике когда мы говорим о первой психологической помощи мы помним что это комплекс методов психологического воздействия на пострадавшего с одной стороны а с другой стороны первую психологическую помощь может оказывать практически кто угодно и в то есть нам совершенно не обязательно чтобы человек который оказывает психологическую помощь чтобы он был обязательно специалистом психолог то есть это могут быть педагоги это могут быть соцработники это могут быть как многие из вас студенты разнообразных программ обучения на психотерапевтов единственное что мы говорим о психологической помощи мы не терапевтируем здесь совершенно другая работа совершенно другие особенности работы другой смысл этой работы терапевтируем здесь будем потом когда пойдет разморозка где-то через полгода она обычно начинается у кого-то через год вот тогда мы можем приступать собственно к нашей обычной деятельности психотерапии у первой психологической помощи всем другие задачи то есть надо снизить воздействие окружающих обстоятельств уменьшить конкретные телесные душевные страдания которые человек испытывает сейчас снизить психическую напряженность повысить уверенность в себе и настроить пострадавшего на преодоление трудности какой-то благополучный исход я сейчас очень много слушаю разных вариантов первой психологической помощи я понимаю что многие из вас будут работать на телефоне но кроме телефона вокруг нас есть окружающая жизнь к нам попадают беженцы приезжают что-то может происходить с нами самими что-то может происходить с нашими родственниками которые казалось бы да острая фаза прошла и вдруг что-то триггернуло а и человек опять впадает в реакцию страха или в реакцию агрессии поэтому неплохо бы иметь но вот то что называется полевая сумка психолога но хорошо это иметь и для себя как специалиста которые будут работать в сложных ситуациях но в всяком случае для той команды в которой вы работаете если вы находитесь вместе в одном помещении то хорошо бы иметь какой-нибудь фито чай успокоительные типа мяты ромашки мелиссы тот чай который вы предпочитаете или можете предложить там черный зеленый единственно что чай в пакетик особенно если вы где-то на выезде то понятно что некогда возиться с рассыпным чаем то же самое с кофе кофе в стихах сахар рафинад термос с кипятком чтобы вы имели возможность налить и взять себе или предложить другому тот напиток который в данный момент он предпочтет плитку шоколада какое-нибудь печенье галетное да сухое такое обязательно вода да то есть хорошо иметь но минимум две пол литровки ясно что нужны там стаканчики ложки там платочки одноразовые вот эта важная вещь она может понадобиться как вам так и с кем вы работаете влажные салфетки дальше такой момент у нас сейчас во многих тренингах говорят что вот сигареты алкоголь а я я нельзя я скажу наоборот пачка сигарет предложить человеком допустим вот успокоился первое схлынул у него шок и он он просит вас закурить даже если вы не курите надо чтобы у вас было что ему дать ну и соответственно спичка или зажигалки чтобы он мог воспользоваться еще более вопиющая рекомендация простите меня за неё это коньяк фляжка с коньяком где-то 03 маленько а это не значит что надо предложить ее целиком или самому целиком выпить какую функцию выполняет коньяк коньяк нормализует никакой другой спиртной напиток то есть это не вино не водка не пиво ни в коем случае именно коньяк он у нас потихонечку коньяк исчез из сумки психолога до стали немножко экономить на оснащении поэтому сказали да если вам свой коньяк не жалко пожалуйста носить но коньяк правда нормализует в том числе он нормализует давление артериальное то есть если человека особенно если человека она падает а так часто бывает если человек испытывает боль или страх или наоборот если человек тревожен если он волнуется коньяк раз такая штука которая нормализует единственное что смотрите на человека на его вес то есть мы предлагаем можем предложить где-то вы сами наливаете стаканчик да где-то от 5 до 15 миллилитров ну то есть максимум это столовая ложка прям максим почему потому что не нам не надо чтобы человек опьянил нам надо его нормализовать но при этом чтобы он оставался в здравом уме и не был пьян это может быть опасно для жизни причем не только его но и окружающих что еще ну это знаете уже так если совсем вы хотите полностью экипироваться то какая-нибудь арома свечка чтобы человек мог что можно было успокоить так если вы зажжете обязательно одноразовые пакетики одноразовые пакетики можно использовать по разу может быть кого-то стошнит туда можно мусор собирать знаете бывает такое что мир вокруг рушится человек не может выбросить стаканчик на хорошо иметь блокнот для записи для себя чтобы вы записывали что кому надо мы чуть позже будем об этом говорить чтобы вы могли записать что кому надо чтобы вы могли таким образом записывать собственные какие-то действия обязательства да ну соответственно надо несколько ручек потому что те кто много пишет они знают что паста в ручке да или гель имеет свойство заканчиваться в самый подходящий момент или вот сейчас ручка пишет а через две минуты она не пишет вы берете другую ну то есть не за эту ручку надо предыдущую выкинуть да она опять запишет но вас должен быть запас бумага формата 4 страничек 20 во первых на ней можно писать во вторых ее можно использовать я не знаю вам знаком такой замечательный есть метод веникота выражение агрессии когда вы становитесь на пачку с бумажкой носочками и потом нагибаетесь по одному на листочку из под прижатой вашими ногами из-под ног вырываете рвете их на части и выкидывает прекрасный способ снятия сиюминутной агрессии тревоги планшет ну вот чтобы как раз чтобы было удобно писать им пользоваться фонарик если вы предполагаете что будут представители разных конфессий то хорошо иметь собой молитвенник или какой-нибудь я не знаю что коран евангелие иконы очень хорошо помогает перебирание четок тоже сможете иметь собой свечки если вы опять-таки работаете в поле нужен складной ножик но мужчины некоторые имеют прям мультитул в кармане им отдельно не надо говорить что надо иметь складной ножик девушкам часто надо напоминать обязательно покрывала или плед это то что увеличивает и утяжеляет вашу сумку или занимает место там где вы работаете но это часто надо потому что человек в ситуации стресса его может трусить он может дрожать хотя на улице не холодно на им он может субъективно ощущать холод а кроме того то что вы его упутаете на это еще одно дополнительное конкурирующий источник возбуждения который может его переключить с его состояния мячик можно иметь собой там типа эспандера что-то такое ну чтобы он трудно сжимался чтобы человеку надо было прилагать усилия чтобы уже с ним мягкий мячик а вот как раз тот чтобы можно было прям силу приложить в аптечке хорошо иметь успокоительное седативное не буду вам говорить что значит есть доктора которые могут рекомендовать набор успокоительного до безопасного аптечки катерина говорила на прошлой лекции по поводу глициседа и что-то типа фенебута но конечно в острой ситуации нужно что-то более серьезное опять-таки не буду этого вслух говорить спрашивайте конкретно врачей что нужно возможность возможность пополнить счет возможность зарядить телефон или там ноутбук у нас все массово пропало пауэрбэнки я честно говоря даже найти себе хотела купить пауэрбэнк как всегда в последнюю минуту ничего не нашла то есть если у вас есть имейте его при себе пользуйтесь заправляется для деток альбомы цветные карандаши и игрушки чтобы можно было пока вы общаетесь с родителями дать ребенку порисовать вообще рисование хорошие вещи от терапию рекомендую в любых условиях в любой ситуации соответственно альбом цветные карандаши и игрушки уже сколько въедет вашу сумку или сколько вы можете уложить у себя там диванчики некоторые мои коллеги уже довольно приличном возрасте когда работают тоже где-то под рукой держит мягкую игрушку далее что мы собственно делаем есть основные четыре принципа которые надо учитывать когда мы оказываем первую психологическую помощь первый принцип это подготовка второй принцип это наблюдение третье слушание и четвертый соединение то есть в этом смысле мне очень нравится как раз тренинг александра гришанова который пошагово объясняется как с чем работать надеюсь что вам это имя знакомо очень много еще сейчас в роликах в интернете и так подготовка что мы делаем на этом этапе нам надо прийти осмотреться сориентироваться в ситуации то есть допустим если речь идет о беженстве ну да смотрите на самом деле некоторые вещи которые говорят вполне применимые для телефон то есть нам надо примерно себе представлять что за люди откуда они прибыли какие у них нужды какие у них потребности что им необходимо чего они хотят то есть первое с чем мы разбираемся это с базовыми биологическими потребностями есть ли теплая одежда еда вода простите за подробность возможность сходить в туалет желание сесть или лечь дальше смотрим второе на наблюдение смотрим на людей в каком они состоянии может быть это немножко жестоко но здесь всегда нужна сортировка кто нам кому в первую очередь надо помочь первая психологическая помощь нужна не всем есть большой процент людей которые справляются самостоятельно то есть их ресурса достаточно чтобы они могли справиться с происходящим своими силами это мои самые разные причины мы сейчас не будем в итоге углубляться но тем не менее то есть порядка 70 процентов людей вообще вашей помощи не нуждаются но во всяком случае на первом максимум она нужна третье и процентов 10-15 могут нуждаться именно в специализированной психологическая то и психиатрической помощи как я уже сказала остальные могут справиться и в общем то они справляются самостоятельно на кого мы обращаем внимание кому мы помогаем в первую очередь мы обращаем внимание на тех кто не может справиться и на незащищенные категории кто не может справиться кто у нас всегда самый беззащитные самые беззащитные у нас дети то есть первое на кого мы смотрим первое на кого мы смотрим это на детей которые находятся без опекунов дети без дети без опекунов без родителей ну бывает такое на вот их бросили в вагон ну как-нибудь в автобус чтобы вот просто чтобы они сели чтобы спасти их жизнь а дальше ребенок остается один он беспомощен в общем по большому счету и не знает куда им одеваться что ему делать ваше дело увидеть этого ребенка потом на втором месте это люди с особыми потребностями то есть инвалиды которые нуждаются в разного рода приспособлениях в дополнительной помощи в общем достаточно особым отношения в третьих кто нуждается в помощи это пожилые люди это старики они часто даже могут не осознавать что происходит я смотрела видео об одном из обстрелов я не помню честно говоря что это был за город скорее всего это был харьков я не уверен значит и там в результате обстрела у дома рухнула часть стены и показывает корреспондента как он разговаривает с достаточно пожилой женщиной я даже не берусь сказать сколько и лет ну то есть видно уже да по лицу да по глазам по состоянию кожи что достаточно пожилого возраста она была ранена у нее привязана голова ну такая не специально сделанная врачом повязка явно сделана кем-то из волонтеров перевязанная голова под платочком и вот журналистка спрашивает скажите пожалуйста какой помощи вы нуждаетесь и вот эта женщина смотрит на нее такая пожилая интеллигентная женщина и говорит спасибо деточка я ничего не надо я привыкла сама справляться и я смотрю на эту женщину и понимаю что если на нее не обратит никто внимание она будет следующей жертвой потому что она явно не отдает себе отчет ситуации и что она совершенно точно не сможет жить зимой в квартире без стены понятно ну и всеми со всем что туда прилагает то есть помните что старики самые беспомощные беззащитные вот вижу фейсбуке сообщение очень часто пишут там мужчины которые находятся в армии и они не могут приехать к своим родителям до в том же мариуполе они пишут вот у меня мама и папа 52 года рождения находятся по адресу такому то они умирают от голода дайте им какой-нибудь хит то есть самые большие жертвы войны сегодня может быть даже не дети а беспомощные лежачие жилые люди которые остались одни и без всякой то есть их отбираем смотрим на них ну и наконец семьи представителей национальных меньшинств ну во всяком случае те кто видимо отличаются по национальному признаку там ну например кого у нас ярко видно ну вот ромов нас ярко видно мы не ошибемся когда мы увидим ромскую семью вот такого рода люди тоже нуждаются в помощи то чтобы вы о них не думали как бы вы не относились забудьте об этом они правда себя чувствуют новой ситуации они правда растеряны и им сейчас не на кого положиться кроме вас пока они еще найдут своих вы их первая то есть мы смотрим на людей которые как-то отличаются вот у нас доме так оказалось снимали квартиру марокканцы но они на самом деле сейчас снимают они все еще в одессе и вот они настолько были перепуганы они спрашивали а можно мы с вами тоже со всеми жильцами будем спускаться в подвал когда будут сирены они боялись реакции жильцов дома может быть на них как-то не так отреагирует что они не так выглядят или не так говорят на таких людей тоже надо обращать внимание это второй да значит первая у нас была подготовка второе наблюдение и третье у нас слушание да то есть мы подходим и мы слушаем что говорят как говорят в каком состоянии если вы на телефоне мы в мы у нас нет визуального контакта но мы слышим голос и мы очень многое можем понять по голосу что человек говорит как говорит я думаю что даже у кого нет специального опыта работы на телефоне но все же общаются друг с другом по телефону вы же можете определить что человек с которым вы разговариваете он например улыбается вы не видите его лица но вы знаете вы слышите вы слышите его улыбку то есть точно так же вы можете слышать много реакций и чем больше вы будете получать опыт тем лучше будете на слух определять в каком человек состоянии но если мы говорим все таки о личном контакте у нас есть возможность подойти то всегда это хорошо то можешь подойти послушать нуждаются человек действительно в чем-то не нуждается как он говорит четвертое принцип это соединение да то есть если мы видим членов семьи если мы видим знакомых соседей по подъезду но не своих а я имею ввиду людей между собой которые между собой знакомы которые живут на одной и той же улице мы стараемся их объединить потому что так они получат большую поддержку них есть много общего у них есть общая тема они лучше друг друга понимают тут такая штука я не помню вам говорил это в прошлый раз или нет когда мы говорим о первой психологической помощи острых реакциях здесь помощь психолога нужна меньше здесь больше нужна помощь социума помощь общины помощь сообщества больше нужна социальная поддержка то есть ними не надо вам работать профессионально самое лучшее что вы можете сделать это обеспечить контакт с близкими с побратимами с друзьями с соседями если вы видите людей которые стоят одни не знают что им делать я имею ввиду взрослых людей старших подростков там юношей можно прямо к ним подходите включать в общую работу причем не задумывайтесь не стесняйтесь на подходите и говорите на вот сейчас скажи пожалуйста да или скажите пожалуйста вы можете мне помочь да вот могли бы вы можно я покажу вам там например где туалет и вы будете провожать людей к туалету на самом деле это часто важная потребность потому что сейчас эвакуационные поезда которые едут ехали туалеты забиты доверху чемоданами конечно когда есть возможность взять человека берут людей то есть там в одном купе может сидеть там 12 человек вещи этих 12 человек должны где-то быть на коридору надо как-то передвигаться в коридорах тоже едут стоя многие спят в коридоре если они могут да если их нервная система позволяет и так получается что туалет это такое место склада да то есть там спать никто не будет сидеть никто не будет там обычно лежат чемодан и вот это хороший способ вовлечь людей людей в деятельность то есть если вы видите что человек производит впечатление стабильного но при этом он ничем не занят его надо занять и лучше всего занять через заботу о других то есть вы таким образом помогаете человеку самому стать более устойчивым более уверенным и в общем то опыт показывает что это предотвращает развитие потом в последствии отдаленных последствий стресса и травмы и в первую очередь птсс дальше когда вы разговариваете с человеком как можно меньше специальных терминов не умничать вот даже если вы знаете все слова правильные пожалуйста пользуйтесь по минимуму то есть я понимаю что они могут у вас случайно выскакивать ловите и говорите попроще мы немножко говорили в прошлый раз о представлении да то есть представляемся самым простым образом там я светлана я пришла вам помочь не говорим что мы психологи мне сегодня если она выйдет в записи надеюсь что на меня простит я не буду говорить ее имя она ко мне обратилась с вопросом она не в одессе на другом городе и сама призналась спасибо что вы здесь что вы пришли обратилась ко мне с вопросом вот нужна моя помощь а я не знаю как мне быть стоит мне обращаться как как стоит мне представляется как психологу или не стоит и на самом деле ответ не стоит то есть если вы представляете если вы медработник то вы можете представиться как медработник я медработник там я врач там медсестра вот пришла вам помочь с тем-то этим если вы психолог вы не говорите что вы психолог да вы говорите свое имя там я светлана дали там данном случае да я виктория я пришла вам помочь я обязательно говорите какую организацию представляете даже если вы волонтеров вот в данном случае обратилась силе рада с просьбой помочь значит сразу вы не просто волонтер вы волонтер который представляет вот местную досылочную раду и это уже придает определенный вес в глазах того с кем вы разговариваете то есть я такая-то я пришла вам помочь я представляю такую-то такую-то организацию сейчас и так достаточно страшно жить и хорошо и люди всего опасаются то есть раньше вот такие немножко параноидальные реакции мы бы может быть взяли бы в терапию с ними работали как терапевты но сегодня наша некоторая параноя она способствует адаптации и если ну скажем так человек хочет знать к организации вы представляете говорить если ничего не представляете говорите я волонтер не проворцируйте человека на рассказ о том что то есть если он сам захочет говорить но первое все-таки надо попытаться отвлечь но если у вас не получилось переключить бывает что человек ну вот он говорит нельзя его ни на что переключить пусть говорит выслушайте его послушайте посидите рядом поддержите но ни в коем случае не на первом этапе не инициируйте рассказ о том что происходит сами в шоковой ситуации да мы конечно же не работаем с чувствами мы думаем о людях и думаем о себе значит обязательно самомониторинг главное чтобы вы чувствовали себя в безопасности твердо стояли на ногах то есть перед тем как начать работать подумайте а вы можете работать или нет у вас голова лично не кружится от того что происходит вы твердо стоите на ногах потому что когда вы подходите к человеку вы его единственный опор на то есть вы стабильная фигура и опираться он будет на вас то есть человек который сам на ногах не стоит до того как он сам на них станет твердо ему надо на что-то опереться и в данном случае это вы те кто оказывает ему первую психологическую помощь если вы чувствуете что вы сами нестабильны попросите помочь кого-то другого и здесь такая штука нехорошо работать в одиночку то есть если нет выбора конечно работайте как есть но помните что одному работать опасно то есть если вы работаете особенно с массой людей если людей много то надо чтобы было хотя бы три человек три-четыре человека чтобы вы могли в случае чего передать ответственность чтобы вы могли отойти сами подышать сами заземлиться сами вернуть себе себя вернуть себе свою идентификацию как надо говорить я конечно сегодня простите начала говорить очень быстро и не знаю может даже несколько так слишком быстро вот так как я начала сегодняшнюю лекцию так с пострадавшими говорить нельзя то есть говорить надо четко медленно с паузами с паузами короткими предложения чем короче предложение тем лучше человек в состоянии стресса он не понимает ваши сложно сочиненные сложно подчиненные фразы коротко медленно с паузами спокойно пожалуйста не размахивайте руками я те кто работают зуме ну то есть с картинкой условно в зуме да то есть теме виду там все виды связи с видео пожалуйста не машите руками ну а если вы рядом с человеком находитесь тем более руками не размахивайте старайтесь находиться от него на расстоянии как минимум вытянутой руки потому что реакции могут разные может быть агрессивная реакция и хорошо было бы чтобы не вы стали первой жертвой или успели отскочить от эти в сторону не размахивайте руками стойте спокойно не надо метаться ваша стабильность это ваше тело и ваше дыхание то есть дышим ровно дышим спокойно стоим твердо и уверен сейчас очень много конфликтов на политической основе пожалуйста если вы взялись людям помогать которые приезжают в ваш город которые звонят вам по телефону не вступайте с ними в политические споры если вы с ними не согласны сейчас у нас в город приехало очень много беженцев и каждый третий говорит о том что чем говорит российское телевидение не будут повторять сейчас здесь слух но их текст очень близко то с одной стороны они здесь спасаются а другой стороны можно услышать всякое пожалуйста не спорьте не вступайте конфликт идите по протоколу помощи если вам совсем невыносимо то передайте другом передайте более устойчиво но желательно все таки помните мы с вами говорили в прошлый раз чтобы если вы взялись работать с человеком то желательно все таки чтобы это были только вот уж совсем если вы не можете выдержать если вот совсем не конфликтуете не отстаивайте свою точку зрения это только ухудшит состояние как человека которому вы собирались помогать так и ваше собственное состояние то есть это выбьет вас из состояния спокойствия и равновесия и тогда вы больше никому не сможете помочь то есть дышим ровно и твердо чувствуем опору на то есть если вы стоите среди людей то соответственно ну вот как дерево до стоите чувствуете опору под ногами если вы сидите то вы чувствуете опору на стул на кресло на котором вы сидите чувствуете на что это кресло вас держит что она вас несет что это кресло стоит в комнате Комната стоит в здании, здание стоит на земле, и вот эта вся большая земля вас держит. Представьте, максимально заземляетесь. По поводу дыхания. Очень много техник есть. Я даже упоминала в прошлый раз про квадратное дыхание. Есть дыхание по треугольнику. Думаю, что все эти виды вы знаете. Квадратное, помните? 4-4-4-4. 4 счета – это вдох. Потом 4 счета – это задержка. 4 счета – выдох. И 4 счета – опять задержка. Есть дыхание по треугольнику. Многие его предпочитают. То есть на 1, 2, 3 делаем вдох. На 1, 2, 3, 4, 5 – задержка. На 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – выдох. Хорошо, чтобы вы для себя натренировали какой-то из этих способов. Подберите тот, который вам удобен, и доведите до автоматизма. Отдрессируйте себя, чтобы вы могли сами себя успокаивать и могли другим людям помогать. Просто даже если вы вот так будете ему показывать, чтобы человек сам не задумывался там про 1, 2, 3, 4, а мог сосредоточиться именно на вдохе или на выдохе и на задержке, хорошо, чтобы вы стояли рядом и помогали. Самый простой способ, если человек не владеет, это то, что можно ему предложить. Можно предложить сделать, например, на 4 счета вдох, потом на 1 счет задержка и на 5 счетов выдох. Или если вы видите, что человеку совсем трудно, то начинаем с 3. На 3 счета вдох, на 1 счет задержка, на 4 выдох. То есть в сложной ситуации, когда трудно объяснять, то пользуйтесь самым простым. Или если вы с собой пытаетесь таким образом справиться со своим состоянием, хотите себя успокоить, то пользуйтесь простейшим. Дальше. Подходим мы обычно спереди, под углом где-то 45 градусов, спереди, чуть сбоку. Если человек в состоянии шока, вы спрашиваете простые вещи. Видит ли он вас? Слышит ли? Вы меня видите, вы меня слышите. Кстати, хорошо было бы узнать, как к нему обращаться, можно ли на ты или на вы. Вы представились, сказали, кто вы. Спросите, как к нему обращаться. На ты, на вы, по имени. Ты меня видишь? Ты меня слышишь? Дальше просите его осуществить какое-то действие. Кивни, если да. Представляетесь, разговариваете, спрашиваете имя. Зачем мы спрашиваем человеку имя? Мы спрашиваем, как его зовут. Опять-таки, про себя. Если вы вдруг, вы опять почувствовали себя потерявшимся, если вы вдруг понимаете, что с вами наступает дереализация, для себя сами тоже повторите свое имя. Я Юлия. Я волонтер. Я в Одессе. Сейчас март 2022 года. У меня ноги в кроссовках. Мои ноги в кроссовках стоят на земле. Ну и так далее. То есть, возвращаете себе себя. И это дает вам устойчивость. Очень часто бывает, что у человека нарушается ощущение времени. Ощущение здесь и сейчас. И ощущается чувство течения времени. То есть, происходит такой разрыв жизненного нарратива. У него рвется вот эти связи между прошлым, настоящим и будущим. И здесь наша задача их связать. Связать обратно. Прошлое, настоящее и будущее. Ну, то есть, обычно мы это делаем. Откуда ты приехал? Как ты добрался? Где ты сейчас находишься? Куда планировал ехать? И вот этот вопрос, откуда ты? Где ты сейчас? И куда ты планировал ехать? Оно соединяет вот этот временной разрыв. Вот это то, что порвалось. И когда человек отвечает, то мы за ним отвечаем. Да, я понимаю. Ты приехал из Мариуполя. Сейчас ты в Одессе. И не знаешь, что тебе дальше делать. То есть, мы повторяем за человеком. Потом надо дать человеку какое-нибудь простое задание. Ну, человек, которому плохо, со сложным заданием не справится. Ну, то есть, поэтому даем простое. Посмотреть вокруг. Скажи, какого цвета занавеса в твоей комнате. Или если вы на улице рядом, скажи, какого цвета эта машина. Или если вы стоите рядом с каким-нибудь уличным указателем, прочти, пожалуйста, что здесь написано. Как называется эта улица. Или если есть номер дома, какой номер дома. Ну, и так далее. Следующий этап, смотрите по ситуации, можно делать, можно нет. Это нормализация. Нормализация – это необязательный этап, но желательно. Мы нормализуем. Мы говорим человеку, что то, что происходит с ним, это нормально. Это нормальная реакция на ненормальные обстоятельства. То есть, мы акцентируем, что его реакция нормальна. Это обстоятельства, в которых он оказался, они ненормальны. То, что с ним происходит, это нормальная реакция. Это достаточно успокаивается, потому что многие люди думают, что то, что с ними происходит, ну, скажем так, они начинают виниться за это. Они думают, что это вот с ними что-то не так. Можно включать человека в шоке, в ступоре через тело. Дать что-то холодное подержать или что-то теплое. После этого, если вы видите, что это сработало, то следующее действие хорошо было бы, чтобы он сделал сам. Если, допустим, вы можете предложить ему попить, спросить, хочешь пить? А если он скажет, да, вы можете показать, вот смотри, вот вода возьми. То есть, чтобы не вы ему дали воду, чтобы он взял сам. Если ему хочется взять, там, вытереть глаза и нос, вот лежат салфетки, возьми. Здесь уже как в кабинете, ну, я не знаю, кто как работает, но я обычно своим клиентам не предлагаю. То есть, стоят салфетки. Если человеку надо, он возьмет. То есть, это помогает вернуть контроль. Помогает вернуть человеку ощущение контроля, что он что-то делает. Он проявляет свою активность. Не потому что ему кто-то сказал, а не потому что он вещь, которую откуда-то, куда-то перенесли. А у него есть собственные желания, собственные хотения, и он их реализовывает. После этого мы можем поговорить о том, что человеку в целом помогает в жизни. Ну, например, мы можем спросить, были трудные ситуации в жизни? Ну, чаще всего человек скажет, да, но вот такого не было. Дальше вы можете спросить, а вот когда были, как ты справлялся? Что помогал? Какие твои качества или других людей? Какие возможности? То есть, пытаетесь помочь ему найти ресурс. Человек обязательно что-то скажет. Если нет, если он не может сказать, опять-таки, говорите, да, все нормально, я понимаю, но у тебя точно есть эти ресурсы, да, ресурсы справляться с трудностями. То есть, так или иначе, мягко подводим к тому, чтобы человек проговорил, ну, какой-то ресурс-то у него где-то есть, он же на самом деле выжил, он добрался до безопасного места, чтобы он его назвал. Я не вижу просто, кто здесь есть. У всех выключено видео. Кто-нибудь может мне сказать, ну, нам на группу, потому что помните, что запись будет выложена, поэтому я не могу настаивать и указывать пальцем, кто будет говорить. Поэтому только по желанию, если никто не захочет, то никто не захочет. Хочет кто-нибудь сказать? Извините, связь оборвалась, а что именно сказать? Вот были ли у вас какие-то трудные ситуации, с которыми вы справились? Ну да, была трудная ситуация, я считаю, сейчас вот, когда были взрывы, у нас первый день, вот, и я как бы, у нас дети, семья, и я понимаю, что у меня есть ответственность за них, и я не могу себе позволить бегать и сходить с ума, и мне нужно держать ситуацию под контролем, не трезво оценивая ситуацию, что нужно с этим делать. И благодаря какой вашей способности вы смогли справиться? Вы знаете, к какому вашему качеству, да? Мне, пожалуй, сложно сейчас ответить, так как я думаю, что мне помогло то, что я последний год ходила на терапию, пересмотрела очень сильно там свои взгляды и реакции, и намного спокойнее стала реагировать, намного, и сначала анализировать, а потом уже что-то делать. И, пожалуй, вот это мне помогло. То есть правильно ли я понимаю, что вам помогло то, что вы сначала начали анализировать происходящее, и только после этого что-то делать? Да, да. Да, верно. Спасибо вам большое, да, это замечательный ресурс. Если бы мы были сейчас в терапии, то я бы попросила на самом деле привести пример еще нескольких ситуаций. То есть обычно мы просим в более спокойной обстановке привести пример трех ситуаций, чтобы у нас было хотя бы три качества, на которые можно опираться. И дальше мы можем это закреплять с помощью билатеральной стимуляции, например, бабочки или по коленкам постучать медленно, где-то со скоростью ритма сердца, постучать по коленкам, что я справляюсь с трудными ситуациями, у меня есть такое качество, что я сначала анализирую, потом я действую, ну и так далее. Если человек все еще в шоке, то вы предлагаете ему бутылочку воды. Если вы рядом, то вы говорите, что вот вода, она тебе обязательно поможет, тебе надо выпить ее всю, но обычно это полулитровая бутылка, тебе ее надо выпить всю за пять минут. Я буду с тобой рядом, я тебе помогу. Ну, по телефону вам текст должен быть другой, но смысл тот же, чтобы человек взял бутылочку воды и что вы будете считать глотки. Смотрите, когда вы рядом, здесь проще, чтобы человек пил маленькими глотками и после каждых, например, пяти глотков делал вдох и выдох. То есть он сделал пять глотков, вдох, выдох. Пять глотков вы считаете, вдох и выдох. Причем вы обязательно человеку говорите. То есть вы ему сообщаете о всех своих манипуляциях, чтобы он хотя бы примерно понимал, что происходит. Даже если он не понимает, он все равно что-то понимает. Вы ему говорите, ты глотаешь, я считаю. И вот он глотает. Чтобы он, опять-таки, не думал о количестве глотков, о вдохах, выдохах. Вы увидели пять глотков, вы его просите сделать вдох, выдох. Потом опять считаете пять глотков, вдох, выдох. Надо, чтобы человек делал глотки, вдохи и выдохи. Это чистая физиология. Глотательный рефлекс, он тоже способствует успокоению, он способствует релаксации, возвращению. Это если совсем тяжелый случай. В более простых вариантах достаточно сделать там три-пять глотков. Ну, или опять-таки, вы смотрите, пока человеку не будет достаточно. То есть наше дело запустить глотательный рефлекс. Если нет воды под рукой, вы просите человека просто делать глотки. Да, просто вот, чтобы прямо видно было вот это самое глотание, глотательный рефлекс, чтобы вы прямо видели, как двигается здесь. Ну, с мужчинами проще, у них кадык двигается, с женщинами, но все равно видно, когда человек глотает. Дальше. Что мы делаем, когда у человека истерика? Истерика – это достаточно энергозатратная, активная энергозатратная реакция. Он бурно выражает свои эмоции, выплескивает их на окружающих. Ну, вы видели человека в истерике, может быть, и сами бывали. То есть человек может кричать, махать руками, одновременно плакать. Тут такая штука. Истерика всегда происходит в присутствии зрителей. То есть это один из способов, с помощью которых наша психика, она реагирует на случившееся. И чтобы поддерживать эту энергозатратную реакцию, нужны зрители. Это не значит, что человек прямо хочет, чтобы на него, именно на него обратили внимание, что он хочет это осознанно. Это может быть его и неосознанная защитная реакция. Но тем не менее. И еще одна неприятность с истерикой, истерика заразительна. Она не настолько заразительна, как агрессия. Агрессия более заразительна. Но истерика тоже заражает. И нам надо увести человека от людей и чтобы убрать зрителей с одной стороны, а с другой стороны, чтобы эти зрители не заразились. Вот этой истерической реакцией. Так вам надо одного человека успокоить, а так вам придется успокаивать всех вокруг. Не забудьте, сами не заразиться. Опять-таки, заразительна. Какая помощь пострадавшим? Постараться избавиться от зрителей. Ну, не в смысле, в самом жестоком. Постараться от зрителей избавиться, замкнуть, завести за угол, самый простой вариант. Замкнуть внимание на себя. Чем меньше зрителей, тем быстрее истероидная реакция прекратится. Конечно, бывает, что зрителей удалить невозможно. Вы находитесь, например, в центре толпы. То постарайтесь стать для этого человека самым внимательным слушателем. Оказывайте ему поддержку, слушайте, кивайте, поддакивайте. Он будет плакать, он будет кричать. Старайтесь быть максимально искренними, потому что неискренность человек почувствует. Искренне ему сочувствовать. Показывайте искренне сочувствие. Сами при этом старайтесь больше молчать. Сократите свою вербальную активность максимально. Вербальная активность, ну, в смысле, количество слов, которые вы говорите. Если говорите, то короткими простыми празами, опять-таки, обращаясь по имени. Хорошо работает включить ориентировочный рефлекс. Как мы включаем ориентировочный рефлекс? Мы человека чем-то удивляем, мы что-то роняем. Помните, был мультик «Малыш и Карлсон» и там «Домомучительница», как они переключали его внимание. Что сделал Карлсон? Он сказал, «Ой, у вас молоко убежало». И она тут же вздрогнула, побежала, повернулась в сторону молока, потом думала, стоп, какое молоко, у меня нет на плите молока. Но вот этот момент неожиданности уронить что-то громкое, уронить ключи, переключить как-то. Если вы говорите по телефону, то там, я не знаю, какой-нибудь звук сработал такой резкий, чтобы человек очнулся. Если не подпитывать эту реакцию своими словами, своими высказываниями, то реакция сама минут через 10-15 пойдет на спад. То есть человек опасен больше для окружающих тем, что он может их заразить. И тогда уже вы с этой истерикой и с массовой не справитесь. После истерики упадок сил обычно, поэтому надо человеку дать возможность отдохнуть. Здесь есть, опять-таки, еще одна опасность. Истерика может перерасти в агрессию, но про агрессию мы сейчас поговорим. Но просто поскольку одно и другое энергозатратно, то оно потом и быстрее проходит. Как мы можем помочь себе? Что, если вы сами в истерике? Или вы чувствуете, что вот она подступает? На самом деле помочь себе достаточно трудно, потому что в момент истерики человек находится в очень извинченном состоянии и плохо понимает, что происходит с ним и что происходит вокруг него. Если у вас возникла просто мысль, как прекратить собственную истерику, считайте, что вы уже почти справились. Потому что как только вы поняли, что у вас истерика или истерика подступает, это уже первый шаг к тому, чтобы вы ее прекратили. Что здесь можно сделать? Самим уйти от зрителей, от свидетелей происходящего, остаться одному. Хорошо бы пойти в ванную, в туалет, умыться ледяной водой, если нет такой возможности куда-то в туалет от ивана, все равно желательно от людей подальше, взять бутылку воды, хоть которая там стоит у вас где-нибудь, обязательно умыться, чем холоднее, тем лучше, это поможет прийти в себя. После этого дальше делаем стандартно дыхательное упражнение. Вдох, сдержка дыхания, медленный выдох через нос. Опять. и так далее. До того момента, пока у вас не получится успокоиться. И смотрите, не для всех подходит дыхание как способ успокоения. То есть, если вы знаете, что с вами это не работает, используйте тот способ, который вы знаете, что с вами работает. Да, там, скажем, прогрессивная мышечная релаксация. Там, сжать мышцы все, распустить. А используйте те способы, которые вам привычны, удобны, которые подходят вам лично. Но все-таки перед этим водой холодной мыться не помешает никому. Она очень хорошо возвращается. Что нельзя при истерике? Нельзя совершать неожиданных действий. Нельзя обливать водой. Нельзя трясти. Нельзя давать пощечины. Знаете, вот некоторые любят, человек в истерике, он кричит, машет руками, вы к нему подходите и с размаху даете пощечек. Нельзя. Не вступайте с человеком в активный диалог по поводу высказывания. Не спорьте, пока он не успокоится, пока реакция не пройдет. Еще раз, не считайте, что человек делает это намеренно, чтобы привлечь к себе внимание. Но это не так. То есть, он-то делает это, чтобы привлечь внимание, но он не осознает это. Это просто его способ справиться. Помните, что стероидное проявление это нормальная реакция. То, что мы им говорим, помните это сами, то, что мы говорим своим клиентам, это нормальная реакция, ненормальные обстоятельства. Если вы будете в это верить, то и люди тоже будут в это верить. Ну, это правда. Ну, и, конечно, в истерике фразы успокойся, возьми себя в руки, так нельзя. Ну, это, конечно, то, что очень сильно помогает успокоить, не знаю, кого. вот эти слова тоже запрещены к употреблению. Человек в истерике скажет, успокойся. В смысле? Так, это по истерической реакции. По этой части есть вопросы, то есть по реакции шока, по реакции истерики. Идем дальше. Если нет вопросов, двигаемся. Агрессия. Как я уже сказала, агрессия может возникать сама по себе, может стать результатом истерики. То есть истерика может в какой-то момент перейти в агрессию. Агрессивная реакция это что? Это злость, это гнев, это активная энергозатратная реакция, которая может быть нескольких видов. Может быть вербальная агрессия. Человек будет высказывать угрозы, ругаться, бывает невербальная, когда человек совершает какие-то агрессивные действия. Он что-то разбивает, ломает, кого-то пытается ударить. Такая штука. Экстремальная ситуация, такая ситуация, при которой внезапно нарушается привычный уклад жизни. Поэтому любой человек имеет право в такой ситуации испытывать злость, гнев, раздражение. Ну, правда, имеет право. Ваша работа здесь помочь человеку совладать со шквалом эмоций, с гневом, с достоинством пережить испытания, которые ему выпали. Как я уже сказала, здесь есть такая определенная ловушка. Гнев это еще более эмоционально заразительная реакция, чем истерика. И если вовремя не остановить гнев, агрессию, в какой-то момент она реально может стать массовой. То есть очень многие преступления, очень многие вещи совершались в истории просто потому, что агрессию одного или нескольких человек вовремя не останавливали, и она захватывала площади, она захватывала огромное количество людей. И многие люди, которые совершали преступления в состоянии гнева и агрессии, потом вообще не понимали, как вообще такое могло с ними произойти. Но это же не может быть, я не мог это сделать. Даже если ему показать в видеозапись, что это сделал ты, он говорит, ну как же так-то? Это не могло быть со мной. Очень часто агрессия возникает, когда человек долго соблюдает нейтралитет, долго сдерживается. Я вам сейчас признаюсь, страшные вещи. У меня в последние несколько дней, дня 3-4, но это, конечно, уже не про островую реакцию на стресс, а у меня идет сильное агрессивное отреагирование. Вот прям я ругаюсь, ну не реально там с окружающими, но Facebook от меня уже плачет, потому что я ругаюсь везде. Все-таки близких людей мне жалко. Как это? Facebook, способ канализации агрессии. Тут какая штука главная? Главное, чтобы вы четко понимали, что вы делаете и зачем. И желательно находить другие способы куда-то размещать свое грещи. Огород пойти покопать, не знаю, полы помыть. Посуду только не идите мыть, потому что разобьете. Какую помощь вы можете оказать? Давайте сначала помощь другим, потом помощь себе. Итак, первая рекомендация такая же, как с истерикой, причем она здесь более строгая. Постарайтесь изолировать человека от других. То есть вот первое, что мы делаем, изолируем от других. Желательно найти значимого человека и вместе с ним постараться успокоить. То есть если рядом есть муж, жена, мать, ребенок, то хорошо бы, чтобы воздействовать через них. Хорошо воздействовать через них, через родственников. То есть выяснить, а есть ли кто-то рядом, на кого вы можете опереться. Если оказывается, что рядом кто-то есть, хорошо бы найти того, вместе с кем вы можете этого человека успокаивать. И здесь важна рекомендация. я, по-моему, сегодня вам об этом не сказала. Желательно, чтобы вы соответствовало того, кому помогаете. Желательно, чтобы это соответствовало полу. То есть если вы беретесь помогать мужчине, желательно, чтобы помогал мужчина. Потому что женщина с агрессивным мужчиной, который вдвое, а то и втрое ее больше, имеет шанс не справиться. Еще с вербальной агрессией она как-то разберется, а вот с физической никак. Но и в принципе мужчины по отношению к мужчинам как-то себя чуть иначе ведут. Помните об этом. Это на самом деле стандартное требование протокола относительно военнослужащих, но сейчас это применимо и к нам сегодня. Потому что рекомендуется, чтобы военнослужащие, которые уходят в отпуск, и там, допустим, они отдыхают где-нибудь в специализированном военном санатории, чтобы с ними поработали психологи-мужчины. Если это мужчина. Если женщина, соответственно, женщина, понятно. По поводу членов семьи нет такого требования. То есть членами семьи можно работать независимо от пола. Неважно, кто там. Мужчина, женщина, то тут это имеет меньшее значение. А вот если вы работаете с конкретным человеком, все-таки желательно, чтобы было в соответствии. мальчики с мальчиками, девочки с девочками. Дальше. Что вы делаете для начала? Для начала вы присоединяете с телом, потом голосом, потом громкостью. Почему я говорю, что с мужчиной работал мужчина? То есть в этом случае это будет выглядеть более убедительно, когда будет нападающая поза, когда будет громкий голос. Если на вас кричат, то вы тоже кричите. Или сначала. То есть вы начинаете, вы подстраиваетесь максимально под движение, под голос, под громкость, под интенсивность. А дальше вы ведете за собой. То есть после этого включается видение. Вы потихонечку понижаете громкость, замедляетесь, говорите все тише, медленнее, спокойнее и ведете человека за собой. И он начинает потихонечку присоединяется к вашей реакции, тоже замедляется, начинает говорить тише, медленнее и спокойнее. если вы крупный мужчина, сильный, можно использовать парадоксальный способ. Быть еще агрессивнее, еще громче, еще жестче. то есть кричим еще громче, еще ведем себя еще жестче, еще авторитарнее, еще агрессивнее. часто срабатывает положительный человек, видит в вас большую угрозу и начинает потихонечку успокаиваться и вместе с ним вы тоже опять-таки подстраиваетесь и дальше ведете за собой. по поводу общения требования стандартные. Обращаетесь по имени, задаете вопросы, которые могли бы помочь ему вообще самому понять, что он хочет. помочь ему сформулировать и понять его требования к этой ситуации. А как вы думаете, что будет лучше сделать? Коляску подставить вот с этой стороны или вот с этой? А как вы думаете, как вам кажется, будет удобнее вынуть ребенка из коляски и нести на руках коляску и нести отдельно или удобнее будет преодолеть вот этот участок, когда ребенок будет в коляске? заставляйте его возвращаться, заставляйте его думать. Потому что проявлять гнев он имеет точно такое же право, как и все остальные. Особенно вы должны хорошо понимать, что его гнев на самом деле направлен не на вас. Он может кричать на вас, орать на вас, просто потому, что вы рядом. Это как раз и говорит о том, что вы сейчас для него самый близкий человек, потому что ни на кого другого мы себе обычно орать не позволяем. Его агрессия не на вас направлена, она не направлена на окружающих. Она направлена на обстоятельства, с которыми он ничего не может сделать. Чем вы можете помочь себе? Ну, самый простой, одновременно самый сложный вариант высказать все, что вы думаете, другому человеку. Хорошо было бы, чтобы был кто-то, кому вы сами могли бы высказаться. Для этого в принципе я и говорю, что должно быть несколько человек. Понятно, что вы не должны высказываться человеку, которому вы помогаете. А рядом должен быть кто-то, кого вы можете попросить отойти и выразить свою агрессию. Ну и, как я сказала, очень хорошо работает физическая нагрузка. Копаем отсюда и до обеда. Делаете что-то, носите тяжести. Может быть, эта нагрузка физическая в какой-то момент может быть и бессмысленна на вид, но на самом деле она имеет смысл. Вы таким образом снижаете уровень агрессии. Был замечательный фильм с Адрианом Тилентано, который дрова рубил во дворе. Не знаю, вы смотрели его или нет. Он злился на девушку, одновременно испытывал к ней сексуальное влечение. Куда он девал свою агрессию? Он шел во двор рубить дрова. Прекрасно помогло в успокоении. Чего нельзя? Не думайте, что человек, который выражает агрессию, он злой человек. Нет. Это не так. Потому что гнев – это такая же нормальная реакция на ненормальные обстоятельства. Потому что через гнев человек выражает свою боль. Не старайтесь его переспорить, переубедить. Вы можете сто раз считать, что этот человек неправ. Не спорьте и не переубеждайте. Иногда бывает так, что вы можете попытаться ему чем-то угрожать или запубивать. В некоторых случаях это работает хорошо, в некоторых случаях этого делать нельзя. если вы можете ему чем-то угрожать, желательно, чтобы это было связано с чем-то, что связано с законом, с уголовным кодексом или еще с чем-нибудь. Что вот если он будет это делать, то вместо того, чтобы помочь семье, он попадет в тюрьму, например. Но все-таки постарайтесь удержаться, не угрожать и не запугивать. Следующая реакция это реакция апатии. На самом деле, когда вы смотрите по сторонам и видите людей в истерике, агрессирующих, пугающихся чего-то. Первым, кому вы должны идти помогать, это тем, кто сидит тихонько в уголке и никак не реагирует, а даже наоборот старается помогать и создается впечатление, что он пытается спрятаться. Если это происходит в реале, не по телефону, то это может даже говорить о том, что человек ранен, например. И он первый в сторону, кого надо посмотреть и проверить, все ли с ним в порядке физически сначала, а потом уже решать психологически. Вы ему дадите немножко так, оставите его в покое и пойдете работать с другими или продолжите быть с ним. Потому что апатия – это коррекция, которой надо дать немножко отстояться. Это возможно в относительно безопасных условиях. Мы не можем это допустить в самой эпицентре острой ситуации. Если человек уже в более-не-менее безопасном месте, относительно безопасный, то можно себе позволить апатию, но опять-таки сначала проверить, не нужна ли именно этому человеку в первую очередь медицинская помощь. Апатия – это, в общем-то, реакция, снижение общей эмоциональной, поведенческой, интеллектуальной активности человека. То есть, когда возникает апатия? Когда человек попадает в экстремальную ситуацию, и это для него настолько тяжело, что он не в состоянии вообще осознать, осмыслить, что случилось. У него, что называется, в голове не укладывается. И апатия в данном случае, она работает как анестезия. Как можно помочь пострадавшим? Как я уже сказала, если есть возможность, если нет угрозы в этот момент жизни, то надо дать такой реакции состояться, обеспечить человеку условия, в которых он мог бы отдохнуть. И только если нет такой возможности, тогда надо его выводить из этого состояния. Вы можете ему предложить самомассаж. Самомассаж биологически активных точек мы в прошлый раз с вами массировали. Я не знаю, мы с вами работаем час 15, надо ушки помассировать. Давайте. Помните, мы массировали козелки ушей. Помните, вот это козелки. Берем и вот такими перетирающими движениями себе массируем козелки ушей. Вот столько, сколько вам надо помассировать. как сейчас. Как сейчас? Хорошо, да? Кому еще надо, можете еще помассировать. То есть, оно хорошо будет, оно хорошо возвращает. Мы с вами еще помните, мы еще массировали ушки по хрящу вот отсюда, вот от этого места, помните, с двух сторон, вот отсюда, по хрящу идем вот сюда, мимо мочки. Тут таким же перетирающим движением двигаемся по хрящу, перетираем ушки, доходим до кожи и после этого массируем мочки ушей. кому надо, можете два-три раза повторить. Как ощущения? Есть уснувшие, кто расслабился и наоборот захотел спать, признавайтесь? Что, нет сегодня? Сегодня все проснулись? В прошлый раз у нас были засыпающие товарищи. Супер. Не скажем, нас потом ругают за это. Кто ругает? Я за такое не ругаю. Что вы? Нет, очень интересная ситуация, Леонидовна. Спасибо. Окей, понятно. То есть, это то, чем вы можете помочь человеку и тем, чем помочь себе. Почему я показываю это на вас? Чтобы вы сами знали, когда вы человеку предлагаете самомассаж или предлагаете ему в этом помочь. Вы можете, если он разрешает, помочь самостоятельно ему помассировать биологически активные точки. То есть, это касается козелков ушей, мочек ушей, пальцев рук. Как, что еще можно сделать? Можно предложить стакан сладкого некрепкого чая. Помните, у нас же с собой чемоданчик, в котором есть термос с кипятком, есть разные чаи. Из человек дома вы ему можете сказать, чтобы он взял себе чай. Или чтобы он попросил кого-то ему помочь с чаем. Предложите какую-то умеренную физическую нагрузку. пройтись пешком, сделать несколько приседаний. то есть, сделать несколько физических упражнений, которые ему в данный момент посильны. На самом деле, да, человеку может казаться, что у него нет сил. Но чем больше он будет проявлять активности, тем больше этих сил появится. поговорить с этим человеком. Можно вопрос? Да. А если он говорит, что у него нет сил, просить, чтобы все-таки делал эти упражнения какие-то физические? Или не нужно настаивать? Не нужно настаивать, но начните тогда все-таки с самомассажа, с чая. Можно это отсрочить, то есть, можно это попросить сделать чуть позже. Когда вы с ним поговорили, вы можете проверять, вы можете тестировать. Задавая ему простые вопросы. Дальше. Еще раз. Апатия – это тоже нормальная реакция. Смотрите, я вам говорю о стольких вариантах реакции, каждый раз я говорю, что она нормальная. Мы все разные. С одной стороны, мы все одинаковые, мы все люди. Если бы мы не были одинаковыми у некоторых вопросов, то на нас не действовали бы одни и те же лекарства. Но все-таки мы очень разные. И реакции у нас разные. И кто-то будет в истерике, а кто-то будет в стрессе, а кто-то испуганно сожмется. Это индивидуальная ваша реакция. Когда мы даем реакции апатии состоятся, это позволяет человеку в более комфортном режиме осознать происшедшее. У меня есть коллега, у которой очень развит этот механизм. То есть она говорит, я чувствую, что я, например, заболеваю. Я ложусь и я лежу. Она говорит, будет замечательно, если я, допустим, у меня удастся поспать. Она говорит, я недавно переболела, и вот я чувствовала, что я заболеваю, я там выпила нужное лекарство. Я легла, она говорит, я сутки проспала. И когда я проснулась, то я почувствовала, что я почти здоров. То есть дайте реакции состояться в комфортном режиме осознать происшествие. Это возможно, если у человека есть эти сутки отлежаться, а то спаться. Если у человека этого нет, мы все-таки стимулируем активность. То есть если он находится в ситуации, когда ему надо активно действовать, допустим, вот он беженец, и он приехал на какое-то место, ему надо обустраиваться, особенно если он не один, а с семьей. Надо записываться в списки, надо собирать документы, надо обеспечить себя и семью там местом, где спать, более удобным, какими-то вещами, какой-то едой. Соответственно, такого человека как можно скорее надо привести в рабочее состояние, но опять-таки максимально щадяще. Максимально щадяще. Не стыдить его тем, что у него семья, он валяется, ничего не делает. Очень мягко, в формате мотивационного консультирования, но и лучше всего через тело. Через тело, через активность. Как мы можем помочь себе? Вы сейчас много работаете, я понимаю, что меня слушают много волонтеров. если вы чувствуете упадок сил, вам трудно собраться, начать что-то делать. Особенно, когда вы чувствуете, что вот такую замороженность эмоций, многие ее чувствуют сейчас. Дайте себе возможность отдохнуть. Обратите внимание, я не говорю, дайте возможность выразить эти эмоции. Я говорю, дайте себе возможность отдохнуть. Не работайте круглосуточно. Я не знаю, какие вам дают рекомендации, но в среднем, если вы работаете на телефоне, то в пределах 30 минут, 20-30 минут вы не тратите на человека. То есть говорят, что от 30 минут до часа, но думайте о себе, заботитесь о себе и в общем отдыхайте. Если вы чувствуете, что у вас поднимается одна из тех реакций, о которых мы говорили, то передайте, то отойдите, отдохните, попейте чай, полежите. Обязательно снимите обувь. Снимите обувь, примите удобную позу, постарайтесь расслабиться теми методами, которые вы уже знаете. Вот в данном случае, опять, кому что больше нравится, кто-то подышит, кто-то сделает прогрессивную релаксацию по Джекобсену, вас тогда отпустят и вам станет легче расслабиться. Если у вас апатия, не подбадривайте себя кофе, не злоупотребляйте напитками, которые содержат кофеин. Вы знаете, что содержит кофеин? Кофе и крепкий чай. Крепкий чай, пожалуй, даже больше содержит кофеина, чем крепкий кофе. Неизвестно, что опасен. То есть в нашем растворимом кофе может кофе и нету, может его и можно. Не злоупотребляйте, потому что это только ухудшит ваше состояние. То есть по возможности отдыхайте столько, сколько вам требуется. Если ситуация требует лично от вас действий, дайте себе отдых, ну, минут 15-20. То есть в идеале полчаса, но хотя бы минут 15-20. дайте себе вот в таком виде полежать, ничего не делая. Дайте себе отдохнуть. Массаж мочек ушей к вам тоже относится. Мочки, пальцы. Почему мы говорим про мочки, пальцы, козелки? Почему мы говорим вообще про уши? Это место, где находится большое количество биологически активных точек. И эта процедура очень хорошо помогает взбодрить. Опять-таки, крепкий чай нет. Но вот не крепкий сладкий чай, это хорошо. Можете сделать несколько физических упражнений в медленном темпе. Если вы когда-нибудь занимались йогой или пилатесом, очень хорошо растянуться, порастягиваться. Вот после этого приступайте к тем делам, которые вы должны делать. Не спешите. Старайтесь удержаться в среднем темпе. То есть не слишком медленно и не слишком быстро. Это поможет дольше сохранить вам силу. То есть, если вы устали, вы знаете, что вам надо дойти до какого места. Что надо сделать? Даже если вы ограничены во времени, не бегите. Передвигайтесь шагом. Потому что, если вы будете бежать, вы быстрее устанете. И неизвестно, быстрее ли вы доберетесь до нужного вам места. А если вы будете идти шагом, даже быстрым шагом, есть шанс, что вы дойдете быстрее, чем бегом. Не делайте несколько дел сразу. вот это одна вещь, которую многие делают, но это то, что тоже делать нельзя. Человек и в нормальном состоянии может сконцентрировать внимание только на одной вещи. То есть, когда мы учим в университете про распределение внимания, мы всегда знаем, что человек может качественно, внимательно выполнять только одно дело. Если он делает несколько дел сразу, такое иногда нужно, то они будут сделаны качественно, если все остальные действия человека автоматизированы. То есть, если мы делаем их на автомате. А вот сами вы, когда находитесь в состоянии стресса, то несколько дел делать вообще практически невозможно. И опять-таки, при первой же необходимости даем себе отдохнуть. Чего делать нельзя? Не выдергивать резко человека из состояния апатии. Не прекращать это без крайней нужды. Не надо человека... Какие слова здесь обычно говорят, когда человек в апатии? Возьми себя в руки тряпка. Не надо брать себя в руки. Не надо апеллировать каким-то моральным нормам, принципам. Не надо рассказывать человеку, что он должен и как ему можно и как ему нельзя. Он сам это без вас знает, у него просто силы. Вот здесь запретны вот эти самые слова. Следующая реакция это страх. Страх на самом деле очень хорошая вещь. Чем хорош страх? Страх это эмоция, которая оберегает нас от рискованных опасных поступков. Его время от времени испытывает каждый человек. Скажите мне, пожалуйста, вот он меня сейчас слушает, ну, минус я и Вика, 66 человек. Скажите мне, пожалуйста, есть кто-то среди вас, кто никогда в жизни не испытывал страх? Страх? кто не знает, что это такое? Нет таких. И, в общем, я за вас рада, потому что на самом деле страх это прекрасная реакция, которая нужна нам для выживания. Опасным страх становится только в том случае, когда он неоправдан. Что значит неоправдан? Когда человек боится того, что не представляет для него опасность. И второй вариант. Когда страх силен настолько, что человек парализован, он не может думать, он не может действовать. То есть для такого состояния характерен тремор, холодный пот, такой человек часто бледнеет. Как мы можем помочь пострадавшим? Здесь самое главное не оставлять человека одного. человек, который боится, ему страшно остаться в одиночестве. Если страх настолько силен, что он его все-таки парализует, опять-таки просим его дышать. Причем можно начать с выдоха вообще, но даже если мы просим человека выдохнуть, он все равно немножко вдохнет. Можем начать с задержки дыхания, это проще, то есть мы просим его задержать дыхание, насколько это возможно, а потом спокойно и медленно выдохнуть и дальше уже начать дышать нормально, вот по любой системе, из тех, которые я вам называла, по треугольнику, по квадрату. Если мы говорим о страхе, то хорошо подышать вместе. Самостоятельно испуганный человек дышать не будет. да и не испуганный тоже. Как показывает мой опыт, клиенты, если им показываешь, с тобой вместе в кабинете, они могут подышать, а потом ты им говоришь, каждый день тренируйтесь, через неделю, сейчас. пострадавший, пострадавший, даже мотивированный человек не всегда готов, то пострадавший точно не будет сам дышать. Дышите с ним вместе, показывайте ему пример, будьте рядом, показывайте, как это делается. Еще один пример связан с тем, что часто рекомендуется делать людям какие-то интеллектуальные действия. Опять-таки, по классике, от 100 отнимаем по 7. И вот человек поднимает от 100 по 7. Это на самом деле один из способов введения человека в транс, но в данном случае наша цель не транс, поэтому мы его туда далеко не пускаем. Наше дело просто, чтобы он именно выполнял вычислительные операции. Есть еще один способ. Если человек очень сильно боится, можно попросить разрешения к нему прикоснуться, если вы рядом, или если вы говорите по телефону, спросите, есть ли рядом с ним кто-то, и может ли он подойти и положить к нему руку на грудь. Или если это вы рядом, могу ли я подойти и положить к вам руку на грудь. Понятно, что имеется ввиду, меня видно насколько или нет, не сюда на грудь, а вот сюда. Положите руку ему на грудь и присоединитесь к дыханию. Если он позволяет. Если не позволяет, не прикасайтесь, потому что это уязвимое место. Мы говорили с вами, что лучше не брать ни за какие части тела, кроме руки, особенно без разрешения. Еще один способ. Взять руку человека и положить на свое запястье. Это классический способ. из восточной медицины. Когда человек берет вашу руку, берет вас за запястье и начинает считать ваш пульс, что происходит? То есть вы просите, берете руку человека, кладете на свое запястье и просите начать считать пульс. Когда он начинает считать ваш пульс, его пульс присоединяется к вашим. И если у вас пульс спокойный, помните, мы говорили с вами, вы опора, на вас опираются, вы должны постоять твердо на земле, вы должны ровно дышать, ваш пульс должен быть нормальным. Его пульс присоединяется к вашему и потихоньку нормализуется. Это тоже снижает реакцию страха. После того, как какой-то из этих приемов сработал, я надеюсь, хоть что-то сработает, когда острота страха начинает спадать, поговорите с человеком о том, чего он боится. Только пожалуйста, не через эмоции, не нагнетая, ой, какой ужас, да как же так. мы спрашиваем его, что именно вызывает страх, что конкретно. И даем ему возможность выговориться. Все то же самое, говорим, что страх это нормально. Такие разговоры не усиливают страх обычно. Они дают возможность человеку поделиться этим страхом. Потому что когда человек проговаривает твой страх, он сам его слышит. что когда мы внутри себя это пережевываем, мы не всегда понимаем, насколько наш страх адекватен. А когда мы произносим его вслух, мы сразу отнимаем его энергию. Он становится не таким сильным. И поэтому когда человек говорит о том, что он боится, хорошо поддержать его, поговорить с ним на эту тему. Здесь хорошо обратить внимание на планирование будущего. Давайте подумаем, что мы можем сделать вместе. Допустим, человек боится, что он не найдет жилье. Давайте подумаем, что мы можем сделать, чтобы найти жилье. Человек боится, что он останется без еды. Всякие страхи бывают у людей. Человек готов работать, но он боится, что он не найдет работу, не сможет обеспечивать свою семью. давайте подумаем, что мы можем сделать вместе. Человек потерялся. Он не может найти своих родственников. Давайте подумаем, что мы можем сделать вместе, чтобы вы их нашли. помочь себе. Если вы находитесь в состоянии, когда страх лишает способности думать и действовать, можно во-первых, самим подышать, самим заняться физическими упражнениями. Во-вторых, если рядом никого нет, попытайтесь сформулировать для себя, а потом проговорить вслух, что вызывает страх. Хорошо, когда есть возможность поделиться с кем-то. высказанный страх не только у человека, которому вы помогаете, станет меньше, он и у вас станет меньше. Чего нельзя? Очень усиливает страх чудесные фразы. Не думай об этом. Это ерунда, это все глупости. Когда человек находится в таком состоянии, для него страх реален, он серьезен и он эмоционально болезнен. А вы своим обесцениванием или попытками сказать, что это не важно, причиняете ему дополнительную боль. Далее. Тревога. Вопрос есть, если позволите. Пожалуйста. Фразу хочу уточнить. Давай подумаем вместе, что можно сделать. Или давай подумаем, что можем сделать вместе. Давай подумаем, что мы можем сделать вместе. И что мы придумаем, это потом мы будем делать вместе? вместе? Ну, конечно, на первом этапе да. То есть мы можем подойти к тому, кто распределяет жилье, например. мы можем подойти вместе и внести в список на горячий обед. Помните, когда мы работаем со страхами, человеку важно, чтобы он не остался один. Чтобы можно на кого-то опереться. Ну, и, соответственно, советы ваши должны быть максимально реальны соответствуют той установке, в которой вы находитесь. Это понятно. то есть вы сами реалистично относитесь к своим возможностям и к возможностям этого человека. Хорошо, спасибо. Так, ну, тревога. Чем тревога от страха отличается? Она отличается тем, что человек, когда испытывает страх, он боится чего-то конкретного, это можно назвать. А вот когда человек испытывает чувство тревоги, он не знает, чем боится. или так много всего, чего боится, что тоже назвать труд. Поэтому в каком-то смысле состояние тревоги тяжелее, чем состояние страха. Очень часто то, что мы наблюдаем сегодня, источником тревоги является недостаток информации или когда ее слишком много и она противоречивая. Потому что если информации слишком много и она противоречивая, это равно тому, что информации нет. Человек находится в ситуации неопределенности. Но ситуация неопределенности вообще характерна любой чрезвычайной ситуации. И вот состояние тревоги это одно из тех состояний, которые могут длиться долго. И оно очень энергозатратное. То есть оно вытягивает из человека силы и энергию жить. То есть он не может не отдохнуть, он не может действовать. Да он ничего не может. Вот как у нас сейчас многие сидят с телефонами и только смотрят новости, ищут новости. Человек больше ни на что. То есть его тревога настолько сильна, он пытается найти какую-то опору, он пытается найти информацию, на которую он может опереться, и не находит. И тревоги становится все больше. А то, что мы читаем сейчас в интернете, то, что мы видим по телевизору, тоже не способствует пониманию, что происходит. чем мы можем помочь? Важно разговорить с человеком. Опять-таки, как и со страхом, надо понять, что именно тревожит. бывает, что человек сознает источник тревоги. И тогда есть шанс, что с вашей помощью она трансформируется в страх. То есть мы опять-таки конкретизируем и даем имя. Ну, а со страхом справиться проще. У нас уже есть алгоритм. Когда человек тревожится, у него нет информации о происходящем. мы можем с ним вместе проанализировать, какая информация ему нужна, а какая информация ему бы помогла, а где эту информацию можно получить, помочь составить какой-то план действий. Потому что самое мучительное при тревоге это невозможность расслабиться. Человек напряжен, у него крутятся одни и те же мысли. Он не может ни на что переключиться, он не может делать никаких активных движений, никаких физических упражнений. Соответственно, самое лучшее здесь вовлечь человека в какую-то продуктивную деятельность. В какую-то продуктивную деятельность. Как я уже сказала, не оставляйте человека одного, не убеждайте, что тревожиться не о чем, потому что особенно если это неправда, есть о чем тревожиться. Так уж получилось, что нам всем есть сегодня о чем тревожиться. Не скрывайте от него правду о ситуации, не скрывайте плохие новости, даже если с вашей точки зрения это может его расстроить, потому что плохая новость это тоже определенность. Любая определенность лучше, чем подвешенная состояние. Слезы. Плач это та реакция, которая позволяет в сложной ситуации выразить переполняющий человека эмоции. Обратите внимание, что совсем в острой ситуации человек плакать не будет, но когда чуть-чуть поспокойнее, он чуть-чуть расслаблен, обязательно начинается слезоточивость, слезоточивость, слезы. я не буду спрашивать, плакали вы когда-нибудь в жизни или нет, наверняка каждый плакал и каждый знает, что слезы могут принести облегчение. И когда человек попадает в экстремальную ситуацию, но не может сразу вернуться в обычную жизнь, то слезы это способ выплеснуть свои чувства, потому что любую трагедию, любую потерю человек должен пережить и прожить. Слезы, грусть, размышления, они про то, что уже начался процесс переживаний. И в более-не-менее спокойной ситуации, когда человек в безопасности, эта реакция самая лучшая. Если человек сдерживает слезы, то тогда у него не происходят эмоциональные разрядки, и это может принести больше вреда, чем пользы. Что заметили наши коллеги, которые занимаются с беженцами, люди, которые эвакуируются из более-не-менее спокойных регионов, таких как Одесса, они плачут в основном при пересечении границ. То есть человек эвакуируется сначала в Молдавию, потом из Молдавии, например, в Израиль, то они первый раз плачут, когда они пересекли молдавскую границу, второй раз, когда они приземлились, пересекли израильскую границу. Люди, которые приехали из регионов, где идет активная, горячая фаза войны, где идут обстрелы, это Мариуполь, это Чернигов, это, я не буду перечислять, там много что можно сказать, та же самая Блуча и прочие места. Они, когда попадают в более-не-менее безопасное место, в ту же самую Молдавию, например, в лагерь беженцев, могут плакать по 5-6 дней, ну, или, во всяком случае, будет сохраняться так называемая слезоточивость. Окружающих это может пугать, даже тех, кто сам успел поплакать при пересечении границы, но это тоже нормально. Это перестает быть нормальными, когда реакция плача затянулась, а слезы вместо облегчения приносят только страдания. И тогда мы стараемся каким-то образом это остановить, предложить выпить стакан воды, предложить сконцентрироваться на дыхании или заняться делом. Заняться делом самое лучшее. Что касается самопомощи, если вы плачете, не старайтесь сразу успокоиться, потому что чем сильнее вы успокаиваетесь, тем тяжелее вам взять себя в руки. Дайте себе время выплакать. Если вы чувствуете, что слезы не приносят облегчения, то же самое. Выпить стакан воды, подышать, сконцентрироваться на дыхании. Не пытайтесь остановить реакцию плача, если в вашей жизни в эту секунду ничего не угрожает. Не пытайтесь успокоить человека и убедить его не плакать, если в этот момент от этого не зависит его жизнь. Слезы это не про слабость, а про возможность начать жить дальше, продолжить. Ну и последнее у нас осталось. о чем я хотела сегодня сказать. Это нервная дрожь и нервное возбуждение. Бывает, что люди трясутся, или слишком вы видели человека в состоянии нервного возбуждения, нервной дрожи. Первое это вы просите разрешения к нему дотронуться. Можно к вам прикоснуться. А если человек разрешает, вы переспрашиваете, так и говорите, можно к вам прикоснуться, говорит, да, он еще раз должен подтвердить, он должен вам подтвердить несколько раз, что можно. Дальше вы ему говорите, что вы будете его трясти, и так надо, и действительно, если вы рядом можете его потрясти, то надо его потрясти. Кладете одну руку на пояс, другую на плечо, и начинаете трясти. человек может спонтанно расслабиться, прямо сесть у вас в руках, и тогда надо его быстро уложить и укрыть. Опять-таки, желательно где-нибудь в удобном месте. Если мы говорим про нервную дрожь, если мы говорим про нервное возбуждение, нервное возбуждение обычно, когда человек сам себя накручивает. Многие может быть по себе сейчас знают, что есть какое-то нервное возбуждение. Нервное возбуждение обычно комбинируется с двигательным. Просто нервное возбуждение само по себе без двигательного, но я не видела. Может быть оно и бывает, но у меня не встречалось. И такой человек реагирует на слова. Его надо остановить. Что мы делаем? Мы его ни о чем не спрашиваем, если у него нервное возбуждение. И вот здесь мы вопреки действуем всем инструкциям. Мы подходим сзади, подстраиваемся под его шаг, подхватываем под мышки и резко дергаем на себя. Но только пожалуйста не упадите вместе с ним и его не завалите на землю. То есть отсюда же та же самая рекомендация по поводу пола. Если подходите к мужчине то мужчина должен это делать. Хрупкая женщина и человека уронит сама упадет. Смотрите чтобы он не упал а уперся в вашу ногу. человек тоже может спонтанно расслабиться а сесть в руках. Тогда мы его быстро укладываем укрываем. Если вы не чувствуете себя в силах это делать не делать обратитесь за помощью к тому кто на ваш взгляд может это сделать умеет или компетентен. Посмотрите нет ли рядом медиков психологов ГСЧС которые владеют этой техникой могут это сделать. Что я вам хотела сегодня сказать. Мы сегодня очень долго проговорили на вместо заявлено по времени два часа хотя мы с Викой договоримся где-то что я час говорю и полчаса на вопрос но так уж сегодня большая тема и на самом деле мне еще многое из чего сказать но я вам хочу сказать все знают поговорку что все что не убивает нас делает нас сильнее у нас есть нехорошая обесценивающая фраза делает нас сильнее делает нас инвалидами нет я вам предложу другое продолжение потому что вот эта фраза которая все что не убивает нас делает нас сильнее эта фраза на самом деле точно описывает то что происходит с человеком который переживает стрессовую травмирующую ситуацию Вот в Израиле, например, говорят, что все, что не убивает, делает нас сильнее, а продолжает по-другому. А то, что нас убивает, делает сильнее наших матерей. Почему так? Потому что кризисы после трагических событий, душевная боль, которую люди испытывают при потере близких, это плата за то, чтобы быть человеком. Потому что кто-то справляется с этим сам, кто-то справиться с этим не может. Поэтому, если вы в своей работе почувствовали, что у вас возникают какие-то проблемы, вы сегодня находитесь в более-менее безопасности. Ну, я надеюсь, что те, кто сейчас здесь, я не знаю, где. Нет ничего плохого, чтобы обратиться к коллегам за помощью. Очень хорошо вам могут помочь интервизионные, супервизионные группы. Если надо, не стесняться обращаться к врачу, к психиатру. Не думайте о себе, что вы большие герои, что вы, раз всем помогаете, то сами должны справиться со всем самостоятельно. Если надо, обращайтесь сами к специалистам. Потому что как же вы хотите помогать другим, если вы сами боитесь обратиться к психиатру, если это нужно. Делайте это. Особенно делайте, если вы сами хороший специалист. Даже если вы психиатр, не стесняйтесь обратиться к коллегам. Чем лучше вы заботитесь о себе, тем эффективнее будет работа с другим. Простите, что сегодня так долго. Спасибо всем большое за внимание. Надеюсь, что было полезно. Спасибо вам огромное. Вам спасибо. Ваше спасибо. Спасибо огромное. Спасибо большое. Ждем еще продолжения. Ждете продолжения? Хорошо. Знаете, голод. Всегда с удовольствием. Спасибо. Спасибо всем. Продолжение обязательно обсудим, выберем тему и продолжим. Спасибо большое, Светлана. Ой, Вика, здравствуйте. У вас потерялась, а не совсем? Я была все время рядом, просто без камеры. Спасибо вам большое за такую возможность. Всем спасибо, что пришли. Мы с Викой договоримся о следующей теме. И жду всех. Спасибо всем большое. Спасибо огромное.